Наивно полагать, что на отдыхе с вами ничего не может случиться. Может, еще как. Из собственного жизненного опыта скажу. Резкая смена климатических условий может не менее резким образом сказаться и на вашем здоровье. Легкий насморк или простуды могут так оукнуться, что станет грустно. И сие со мной приключилось. Но как человек более чем опытный, я не стал пользоваться методами самолечения. А внимательно прочитал условия страховки. И попал. Не на бабки. В рай я попал. А теперь начнется совершенно иное повествование. Которое вгонит в краску страховщиков и туроператоров. Заставит завидовать белой завистью медработникам. Ведет в состояние шок от пенсионеров. Да и бизнесмены, те, кто смотрит будущее, задумаются однозначно. Итак, банальная ситуация. Хватит напрягать улым кризис, как-никак возвращаться к Жоне и Кошка. А вот тут и осложнение бронхита и ларингита и пеппературы. И внимательно изучив страховку, прозвонив при инстанции часов пять, кто-то косячил не знаю, но я понял, что такое турецкая медицина. Не помню, кто в предпоследний раз целовал мою розовую пупу, мамане или бабуле, но в последний раз дело было в Турции. Как человек, присутствовавший на открытии доброго десятка медицинских учреждений и имеющих в друзьях несколько лучших докторов, скажу, какого уровня и комфорта я не видел нигде. Индивидуальная палата с внимательным персоналом. Настолько внимательным, что влажная, не напрягающая приборка три раза в день. Свежая минеральная вода. Постоянно. Кондиционер, телевизор, душ, сортир, извините, в номере. Питание здесь же, но больше всего поразило. Госпиталь 11 лет. Оборудование новейшее, а квалификация врачей. Не скрою, здоровье – вещь, которая вроде есть, а потом ее нет. И Бог побаливает, но побаливал. Ибо одна жалоба в течение полчаса. Детальный осмотр хирурга, УЗИ, рентген. Здесь же. Но добил меня полный анализ крови. Нет, не через два дня, а через полчаса. Затем диагноз и лечение. В детстве мне говорили, что у меня красивые большие глаза. Так вот, глаза действительно раскрылись вместе с ртом. И уже не закрывались до самолета. А пока я двое суток лежал на капельнице, мне мой англоспаситель Рашид поведал много чего поучить ему. Итак, послушайте мою интерпретацию. Крайне ошибочно полагать, и никто до этого мне не говорил, что на отдыхе вы не загремите на больничной площади. Так вот, в том чудо-госпитале, где я лежал, а был это в Кимере, за одну только ночь, и из магнитки в том числе, привезли аж 4 коррекцию скорой помощи. Ну, в мой случай, это еще детский лепет. Банальнейшее подскальзывание на капельном бассейне. И перелом со смещением. Захотели без навыков прокатиться на скутере? Бывает вариант и с опытными переломами обеих рук. Дебил не справился с управлением водного мотоцикла, а вы на дороге? Пеневора Купера помните? Так вот, 400-килограммовая дурмашина, не хуже, то магавка. На четвертом десятке желчный пузырь шали. А когда вы ее обследовали, где в России? Ню-ню. Можно еще долгое перечислять увидение. Но не пугать вас собрался. Учить. Потому имел удовольствие быть учимым. И так, казалось бы, ура, ведь есть страховка. А вы ее читали? А зачем? Вот тут любимые ненаглядные наши обожравшиеся осаго и каски местных площадок, у которых наши родные денежки так уютно прижились в карманах, прописали такое чудо-пункт, как отказ в страховом случае в состоянии алкогольного пьянения. А как вы думаете, в каком состоянии вы находитесь в большинстве случаев? Не надо угадывать с двух раз. Слава богу, обо мне позаботились. Да и сам не сглуп. Но многие попадают на деньги. И ужасаются, и кричат, а затем и наезжают. Но думать надо заранее. Никто о вас самих не позаботится. Россия – это не Белоруссия. Ей чихать на своих неразумных граждан, которые вечно гоняются за дешевизной. Она России своим отношением их к этому приучила. Но турецкая медицина – это не наша. И опять, поблагодарю судьбу. Есть продвинутые медицинские заведения. Есть возможность по возвращению оплатить лечение с большой, да нет, с огромной заглавной буквы. Но крайне, крайне рекомендую. Оформите нормальные, проверенные страховые компании. Полное покрутие. Детально узнаете, где и как в случае чего вам помогут. А затем лечитесь в Турции. По неграмотности своей, альпо-наивности, как только постдефолтовский шок прошел, россияне кинулись покорять мир. И этим покорением мы в смущение и недоумение приводим местное население. Мне шепнули, а я и вам расскажу, для чего в Турцию приезжают и немцы, и французы. Пухать лечится? Да нет, лечится. Я регулярно с 2001 года посещаю гостеприимную страну под красным знамением и со звездой с полумесяца и удивляюсь реальным темпом экономического роста. Так вот, медицины они еще выше. Меня свозили туда, куда не водят на экскурсию. А зря. Вот посмотрите, небольшое здание частного госпиталя. А теперь бабушки срочно коровалу, медработники срочно в пресло. Идеальный порядок, полное отсутствие очередей, обалденный набор медицинского оборудования, цивилизованная Европа курит в сторонах, наша ненаглядная, в средневековье аппараты УЗИ. Четыре штуки, а может и больше. Современнейшая лаборатория по полному анализу крови. Не только. Появляются все патологии и заболевания, вирусные в том числе. Дневнопроводы, центры фуга, ускорители реакции. Скорость и оперативность просто потрясающие. Дальше еще тяжелее. Родильное отделение. Да мне здесь, мужику, захотелось родить. Комнаты матери ребенка. Вот такой банк. Это для душевного равновесия. А внутри полный окончательный абзац. Момограф в городе вроде есть, но очередь. И какого он года? Здесь три. Проблема с молочными железами? Не знаю, как это чудо называется, но вижу его в первый раз в жизни. Рентгенография. Насчитал четыре, но по факту больше аппаратов. Проблема с лекарствами? Да их нет. Хотел найти реланию? Есть аналог. По аптекам бегать не надо. Мел здесь не присутствует цепролет, и лекарства действительно лечат. Дальше будет совсем так. Попросил про такой девайс, как ядерно-магнитный резонат. Челябинский очередь. Медсанчасть комбината, закачивающего 4 миллиарда в область, купить не может. И не нашла схему отката. Но здесь он есть. Просил, покажите столовую. Нет. Дать лечить здесь не принято. Только индивидуальный подход. Что лечат? Да все, за исключением рака в четвертой степени. Но это же самому надо себя довести. Операции на сердце? Любые. Оптальмология. Да затрахавший геркос. Лечат все. И по ценам на 30% дешевле, чем в Европе. И по срокам. И по отсутствию очередей. Мама! Почему я не турок? Можно ли нам лечиться в таких условиях? Конечно. И делать это необходимо. Что? Стало грустно? А мне-то как? И пока я с заботливым персоналом возвращался в отель, я получил очередную порцию познаний о сегодняшнем житии-бытие в Турции. В бане меня упрекнули, что, действительно, я путешествую по обезьянам страны. Тогда я так лично промолчал. Теперь нет. Пообщавшись и посмотрев местные телепрограммы, я вас озадачиваю. Внимательно посмотрите российскую рекламу. Я считаю поддонственным рекламировать договор вен. Я не пойму, что Россия вся больна кариесом, гриппюром и импотенцией. Там в рекламе дети радостные кушают лакомство и мороженое. В наших лучшем случае писают. Там научно-популярное шоу смотрит аудитория. Две раза больше, чем наше КВНовское. И это в 3 часа ночи. Жилье, активно выстроенное передовыми темпами, стоит в два раза дешевле, чем в магнитах. Вроде средний уровень доходов и невелик, но соц. обеспечения в Швеции позовели. Проблемы с движением были, помню. Чуть с маршруткой не столкнулся. Так развели профили дорог не поверху дорого. Тоннели сделали и нет проблем. Так, жалуются на дорогую нефть. Но как только завершат дорожную инфраструктуру, подешевеет. Водитель в госпитале может себе позволить нулевый форсваген на спорте. За 45 тысяч. Конечно, в кредит, но может. Медработники – это элита турецкой интеллигенции вместе с учителями. Как иначе, образование и здоровье нации важнее. И как результат? Ну не нужно Турции в Евросоюз. Она и так перегнала 90% стран еврозоны. Всетурецкая торговая сеть Микроси. Сейчас это территория моды. Именно так сегодня позиционируется она в рекламе. Ипотека под минимальные проценты. Трешку снять на месяц – 220. Медицинское обслуживание местного населения бесплатное, в том числе и в частных клиниках. Государство полностью компенсирует. Отдельные блага тем, кто уже отработал свое. Здесь человек на пенсии не платит ни за что. Ни за квартиру, ни за электричество. В жеребе растит лимок и получает удовольствие. Наверное, я повешу портрет на устафе Тумариата Турции у себя в портрете. Потому как я для себя выводы сделал. Потому как открыл для себя настоящую Турцию. Гостеприимную, мудрую и заботливую. Страну, которой мы не понимали. Но будем надеяться, поймем. И сделаем грамотные выводы. Продолжение следует...